Сколько себя помню, столько пишу, но на самом деле я начал, когда мне было 9 лет, около 10. Это был простой опыт. Взял краски и начал пробовать, экспериментировать. Начало получаться по-серьезному, по-взрослому. Мне понравилось это. Я начал развивать в себе это. У меня было ощущение, что мне это очень сильно понравилось. Я удивился, что я это могу, почему-то, хотя меня никто не учил. Я просто практиковал, просто работал, искал себя в натюрморте, в пейзаже, постигал смешение цветов, красок. Но сейчас уже мне импровизация помогает, я уже сознательно использую. Я ловлю моменты, которые рождаются сами собой. Я не позволяю им убежать. Я развиваю их дальше. Я пробовал себя и в пастозной живописи, большими крупными мазками и в классической, в разных школах. Больше всего мне нравится гладкое письмо и старые школы европейские. Меня вдохновляет очень сильно Леонардо да Винчи своей изобретательностью и своим великолепным рисунком. Космически гениально. Ну и также многие художники прошлого. Ну вот из русских художников Верещагин, Николай Рерих, мои любимые. Ну и европейские художники, такие как Вермеер, некоторые еще французские. Обычно это принято считать сюрреализмом. Это сюрреализм. Хотя мне кажется, больше подходит направление метареализма. Метареализм это то, что невозможно объяснить, а может только почувствовать. Потому что я сам не сторонник объяснения картин и жестких инструкций, как их правильно читать и что это обозначает. В метареализме важнее почувствовать магнетизм какой-то, свет. И то, что я наблюдаю на выставках, это именно вот этот эффект происходит. Когда люди сами не знают, почему они стоят у моих картин и им почему-то нравится. Начинаю я с того, что играю с красками на палитре, выискивая тот нужный тон, который созвучен мне по настроению и который повлечет дальнейшее развитие истории в картине. Потому что живопись многослойная, поэтому очень многое зависит от первого заложенного слоя и его тоновых соотношений. Для меня главное, чтобы это было привлекательно и непостижимо манило к себе. Вот этого я добиваюсь сначала. Потом идет развитие сюжета. Но образы это вообще смысл, чем я занимаюсь. Потому что я их, например, вижу везде. И это у меня с детства. Я их созерцательно находил в коре деревьев, в трещине на штукатурке, допустим, зелени, в чем угодно. Поэтому для меня это всегда было волшебство и тайна, которую не хотелось разгадывать, а хотелось ей влюбоваться. И именно это я и делаю в картинах. Я воссоздаю детские впечатления и воссоздаю те образы, которые присутствуют везде. Насчет того, как рождаются лица, это очень трудный вопрос. Я не знаю. Это происходит в процессе творчества. То есть мне легче объяснить, почему я в картине их не сделал. Было бы легче. Я их просто делаю и все. Они присутствуют, я их чувствую. По поводу лестниц меня часто спрашивают о том, что это значит и почему я их хочу делать. Начнем с того, что я просто их хочу изображать, не понимая этого сначала. Потом я уже начинаю искать смысл в толкованиях, в словарях символов и у психоаналитиков тогда же. Я думаю, что лестница обозначает путь восхождения. И, видимо, подсознательно у меня есть призыв к людям повышаться во всех смыслах. Повышать свой уровень сознания, повышать свою связь с божественными силами. Я не оригинален, почему мне нравится романтика. Во-первых, этим занимались все века все художники в основном. Это нормально. Это как дышать. Потому что мы все люди, мы мужчины и женщины, мы все притягиваемся друг к другу. Противоположные полы. Вот. Поэтому это всегда будет, это вечно. Это заложено Господом. Поэтому что нам еще воспевать? Мы все когда-нибудь задумываемся, для чего мы здесь, для чего мы существуем и что мы должны делать, и откуда все есть пошло. То есть философская тема – это тоже вечная тема, что определяет бытие или сознание, откуда все произошло. Это хорошая тема, плодотворная тема для живописи. Картинами, где есть тема христианства, я пытаюсь показать свое отношение к этому, к священному писанию. Это одна из главных тем тоже во всей истории искусства. Без этого тоже никак нельзя. Это привлекательная тема. Тем более, что каждый человек обязан по учению Христа свидетельствовать, учить или привлекать на сторону света хотя бы кого-то. Если кого-то зацепило это, то, значит, прожить не зря. Импровизация мне всегда была интересна. Я вообще человек очень свободолюбивый. И импровизация – это и есть моя свобода. И что касается творчества, я никогда не знаю, чем закончится картина. Просто я руководствуюсь чувством гармонии, композиции и свободного самовыражения. И тонко чувствую какие-то неведомые влияния. Что делает искусство вечным? На мой взгляд, это определяется свыше. В истории есть очень много очень талантливых художников, которых забыли и никто не знал, никогда и не узнает. Но, тем не менее, они были очень талантливыми. Но, очевидно, это Божий промысел, что их картины забыты и не были в истории. Я думаю, что это все-таки дело Божье. Когда искусство становится признанным, значит, это идет по программе Божественной. Привет! Я Виктор Бригеда. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok